Всем привет, говорит GetFan. В этом видео я расскажу вам про клуб коллекционеров, о котором меня периодически спрашивают, что он дает, зачем он нужен и как в него вступить. Разберемся во всем по порядку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Композиционеры – это люди, интересующиеся тематикой боевых кораблей и играющие в World of Warships, что логично ввиду их увлечений. Хотя список требований для членства на данном этапе достаточно мягкий, и потому попасть в него может любой другой игрок. Кому, к примеру, интересно не только общение и совместные активности, что немаловажно, а еще и ряд дополнительных возможностей, открывающихся перед участниками клуба. Главное требование, что логично ввиду названия клуба – солидная коллекция кораблей. На момент создания видео нужно 50 кораблей в порту. Нет никаких дополнительных рамок, каких именно кораблей. Потому в клуб попадет и фанат песочка с выкупленными кораблями нижних уровней, и фанат таких легенд, как Ямато или Бисмарк, выкачившие не одну ветку. К тому же, аукционы корабли а-ля арпеджио или подарочные тоже будут считаться. Потому хоть цифра и внушительная, но достичь ее просто. Достаточно иметь широкий порт. В мой вместилось на момент создания видео аж 144 корабля. Но тут сразу стоит оговориться, что добавление в клуб чаще всего происходит в автоматическом режиме, потому следует сыграть хотя бы по одному бою на каждом корабле коллекции. Это нужно для того, чтобы вам не пришлось искать на форуме комьюнити менеджеров и не ждать, пока они ручками добавят вас в группу. В конце концов, все мы люди и порой люди бывают чертовски заняты. Но иногда просто нет другого выхода. Потому если все условия соблюдены, а в клуб вас еще не приняли, напишите любому комьюнити менеджеру игры на форуме и опишите ему свою проблему. Дополнительно скажу, что добавления сейчас идут массово, раз в квартал. Последнее добавление было в апреле, а следующее будет только в июле. Такие разрывы не больно-то и удобны, но скоро все изменится. После ввода нового форума процесс, вероятно, полностью автоматизируется, что даст возможность выдавать группу сразу, как только вы сделаете свой первый бой на 50-м корабле в порту. Второй и последний пункт требований – уровень аккаунта 13, что, думаю, достигается попутно, пока прокачивается нужное количество кораблей. В общем, как вы видите, требования носят скорее формальный характер, потому если задаться целью, получить членство в этом клубе вполне реально. Но остается вопрос «Зачем?». Ну а ответов тут достаточно много. Для тех, кто ищет единомышленников, есть собственный подраздел форума, скрытый от остальных. Тут есть уютная ламповая флудильня, идут рассуждения о насущном, создаются темы о всем, и потому, если интересно узнать мнение других опытных игроков, то вам может пригодиться такая возможность. Кроме того, в данном разделе есть собственные темы с ответами разработчиков, куда они захаживают чаще, что как бы намекает на более благосклонное отношение к завсегдатным проектам. Для тех, кто просто хочет выделиться на форуме, выдадут группу, а в игру добавят памятный флажок. Само по себе членство в клубе ни к чему не обязывает игрока, но вот такие маленькие бонусы сами по себе приятно. Для тех, кто ищет совместных мероприятий по игре, будет приятно узнать, что для коллекционеров планируются встречи. Ближайшая крупная состоится на День ВМФ, где коллекционерам Санкт-Петербурга будет сделан сюрприз. Подробностей пока, увы, просто нельзя, но знайте, что эта встреча не должна быть единичной. Для тех, кому интересно взять на тест еще не вышедшие корабли ветки и поиграть на них до релиза, для принятия решения качать или не качать, появится возможность стать коллекционером-испытателем. На момент создания видео никаких дополнительных требований к этой подгруппе нет, кроме формальной подписи НДА. Для того, чтобы было проще вступить в данную подгруппу, на подфоруме есть подробный пошаговый гайд, ссылку на который я оставлю в описании, если вас это заинтересовало. Там же в описании оставлю ссылочку на факт с популярными вопросами. Вдруг я на что-то не ответил, а вам это очень интересно. Ну и, наверное, самая вкусная донатная возможность клуба коллекционеров. Приобретение корабля, которого нет сейчас в прем-магазине. И нет, я говорю не о каком-нибудь Николай Первом, которого вообще вывели из продажи, а про корабли, которые продаются, но по праздникам или в пакетах, в качестве довесок и прочее. Список таких кораблей на самом деле очень и очень велик, и ознакомиться с ним вы можете на столе заказов. Потому, если хотели себе получить какой-нибудь из таких кораблей, но не успели, то у вас после вступления в клуб появится такая возможность. Там же вы найдете камуфляжи и пермафляжи, и флаги, и некоторые даже сигналы. Из вкусного стоит отметить камуфляжи на Хэллоуину 2016, повышающий опыт на 100%, и Реттлерс Фаер, повышающий опыт командира на 250%. Их уже никак не получить, кроме как стол заказов. По крайней мере, на момент создания видео я таких способов просто не знаю. А вот пермафляжи и флаги к вкусному, на мой взгляд, не относятся, так как их нельзя назвать слишком дешевыми, и, как мне кажется, они не больно-то и красивы. Все, что есть на столе заказов, приобретается за дублоны. После заказа у вас списываются дублоны и начисляются то имущество, которое вы закажете. Все достаточно просто, но ссылку на вопросы по столу заказов я все же оставлю в описании. Данный список бонусных возможностей клуба-коллекционер еще не окончательный. Сервис должен будет расшириться уже в течение года, но ничего конкретного, увы, мне на этот счет неизвестно. На этом все. Ответ про группу коллекционеров был дан, и, как мне кажется, он получился достаточно исчерпывающим, что, надеюсь, порадует тех зрителей, которые просили меня сделать такое видео. Если вам моя работа понравилась или была полезной, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, если вы этого по какой-либо причине еще не сделали. Ну а если вас когда-нибудь спросят про то, как и зачем становиться коллекционером, дайте ему, пожалуйста, ссылочку на данное видео. Ну и на этом все. Удачи и пока-пока.